На повестке дня – результаты мониторинга наркологической ситуации в Краснодарском крае, анализ случаев отравления наркотическими психотропными веществами, эффективность работы правоохранительных органов по профилактике и выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Николай Далуда в своем докладе дал характеристику наркоситуации на территории Кубани, отметил положительные сдвиги и имеющиеся недостатки в антинаркотической работе. Количество преступлений в крае, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось. В прошедшем году правоохранительные органы края выявлено 7861 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составило 11,2% от общего числа преступлений, зарегистрированных на территории края. В 2013 году было 12,8%. Вице-губернатор призвал активизировать профилактическую работу с молодежью. Ведь вовлекаются в наркоманию чаще всего студенты, которые совсем недавно вышли из-под пристального контроля родителей. Как правило, потенциальные жертвы дилеров – 18-летние молодые люди, многие из которых даже не знают, какая уголовная ответственность предусмотрена законом за распространение наркотиков. В свою очередь, глава Анапы Сергей Сергеев дал ряд поручений подчиненным в связи с предстоящим курортным сезоном. Считаю, что надо определить места, где возможно распространение, то есть это наши выселительные заведения, которые пользуются особой популярностью у подрастающего поколения, то есть у молодежи. Мы это все знаем, какие места это. И там определить дополнительный контроль в виде инструктажа собственников этих заведений, охранных предприятий, которые обслуживают эти заведения. То есть если собственник заинтересован в работе в курортный сезон, то он должен быть заинтересован и в безопасности. Город Анапа находится в списке тех муниципалитетов, где зафиксированы лучшие показатели работы по итогам наркомониторинга. На курорте активно продолжается антинаркотическая работа, проводятся профилактические мероприятия.